Тот роковой день, когда в огне погибли практически все его коллеги, ветеран МВД Сергей Огнев вспоминается слезами на глазах. Он и сам тогда еле выбрался, спасло расположение кабинета, на втором этаже недалеко от запасного выхода. Едкий смог, тогда еще начальник хозяйственного управления, почувствовал в 17.45. Выбежав в коридор, понял, что здание заволокло дымом, среагировал тут же, закрыв лицо курткой, на ощупь пробирался к выходу. И выводил коллег, которые задыхаясь, звали на помощь. 10 февраля 1999 года навсегда осталось в его памяти. Долго снили, значит, огонь. Люди стояли в проемах, оконных проемах и кричали «помогите, помогите». Начали прыгать. Это мне очень долго снилось, даже когда я лежал в ожоговом отделении в больнице Пирогова. Потом, значит, был на лечении в санатории Мечкало тоже. Это было... И сейчас до сих пор приходят такие же моменты. В уголовном розыске в здании бывшего обл.ГУВД тогда работал и Андрей Карханин. Рассказывает, с коллективом регулярно проводились учения по противопожарной подготовке. Но все произошло настолько неожиданно, что люди не успели среагировать. Одни погибли от дыма, другие разбились, выпрыгивая из окон. Люди просто-напросто были заперты огнем. Дымом, вернее. Уже просто многие не могли выйти в результате дыма. Очень печально. Вечером 10 февраля 1999 года в здании ГУВД находилось много сотрудников. Возгорание началось в 17.30. Пожар обнаружили, но оповещение людей не произвели. Сообщение о возгорании на пульт дежурного пожарной охраны поступило лишь в 17.52. К тому времени по деревянным перекрытиям огонь уже распространялся с огромной скоростью. Люди, оставшиеся в здании, теряли сознание и умирали от отравления угарным газом. Особенно тяжело пришлось экспертно-криминалистическому отделу ГУВД, находившемуся на самом верхнем, пятом этаже. Практически все сотрудники отдела разбились, выпрыгивая из окон. К мемориальному комплексу, который построили на месте сгоревшего здания областного ГУВД, сегодня возложили цветы. В церемонии приняли участие первые лица региона и города, члены областного правительства, родственники и друзья погибших при исполнении служебных обязанностей. Некоторых из них я знал лично. Погиб здесь и сотрудник, который был мужем моей одноклассницы. И, конечно, этот день не случайно стал днем памяти всех погибших при исполнении. Вечная память о них навсегда останется в наших сердцах. Эта трагедия подресла все уголки России. Во всех милицейских коллективах был организован сбор денежных средств. Память об этих событиях остается в наших сердцах. Борьба с пожаром длилась более суток. Специально для его тушения была проложена магистраль, по которой осуществлялся забор воды из Волги. Из огня спаслись более 200 человек. Многие из них находились в критическом состоянии. Когда пожар был локализован и потушен, в здании обнаружили тела еще 50 погибших. Сейчас их имена увековечны на стене мемориального комплекса. В 2014 году в регионе появилась памятная дата. Каждый год 10 февраля вспоминает о правоохранителях, погибших при исполнении служебных обязанностей. Здесь, на Куйбышево 42, у мемориального комплекса традиционно собираются десятки самарцев, чтобы почтить память о людях, которые стояли на защите Родины. После церемонии возложения в храме-часовне святого Александра Невского прошла панихида по погибшим в той страшной трагедии. Трагедии, навсегда перевернувшей историю областного центра, жизни коллег и родственников погибших. По официальной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова